Александра Филипенко, политолог, американист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Итак, продолжается визит президента Украины в США. Вот эта неделя была очень насыщенной. В Белом доме он встретился с Байденом. Также была встреча с вице-президентом Камалой Харрис. Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, делегацией Палаты представителей. Много чего обсуждали. И ситуацию на фронте, и защиту украинской энергетики. Было выступление лидера Украины с трибуны Генассамблеи ООН. Был визит на военный завод в Пенсильванию. Скажите, а насколько внимание американской прессы приковано к этому визиту? Что пишут, на что делают главный акцент? В целом, нужно сказать, что встреча, конечно, разительно отличалась от того великолепного приема, который оказывали Владимиру Зеленскому, когда он выступал на совместных заседаниях Верхний и Нижний Палат Конгресса. Это несколько раз происходило. Конечно, сейчас внимания значительно меньше. Сейчас американская пресса обращает на это внимание, но не в той степени, в какой это было с 24 февраля 2022 года. Нужно сказать, что визит в любом случае вышел на первые полосы американских газет. Это было одной из главных целей, как это и представляется, поскольку сейчас американские истеблишменты и американские избиратели сконцентрированы в первую очередь, если говорить про внешнюю политику, на Израиле, на всем, что происходит на Ближнем Востоке. Все, что происходит в отношениях и в противостоянии Израиля и Ирана через прокси, различные прокси Ирана. Но сейчас, в целом, фокус внимания перешел на Украину снова. И это очень важно, конечно, в преддверии американских выборов. И учитывая то, что американские политики, я хочу напомнить, что переизбираются не только президент, но переизбирается Палата представителей целиком, Нижняя Палата Американского Конгресса и Сенат, одна треть Сената переизбирается. Американские политики в целом обычно следят и очень внимательно следят за опросами общественного мнения, за мнением своих избирателей относительно поддержки или не поддержки тех или иных союзников США. Поэтому внимание снова на Украине. Но при этом, конечно, есть очень значительное отличие от того, когда обе Палаты Конгресса аплодировали Владимиру Зеленскому. Сейчас это в большей степени такие в рамках рабочих вопросов. Тем не менее, эти рабочие вопросы в десятке уж точно важнейших, а то и в пятерке. Если просто обращаться к тому, насколько американцы всегда сконцентрированы на внутренней политике, это все равно достаточно хорошее достижение. Накануне поездки в США президент Украины в интервью американским СМИ, это было и он резко высказался о планах правой руки Трапа Вэнса. Он, напомню, предлагал заморозить конфликт по линии фронта и просто отдать часть территории России. Ну, понятно, что такие предложения Зеленский назвал опасными и для Украины, и для всего мира. И очень хотелось донести эту мысль до Трампа, до всех республиканцев. И вот что интересно, вначале Трамп отказывался от встречи в своей риторике. Он начал активно критиковать Байдена, Харриса за военную помощь Украине, критиковал и Зеленского. И вот сегодня стало известно, что Трамп передумал и встреча будет. Как вы вообще всю эту ситуацию прокомментируете и чего можно ожидать по итогу? Дональд Трамп действительно был раздосадован визитом Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Город Скрэнтон, где находится этот завод, известен не только тем, что это родина Джо Байдена, не только тем, что там разворачивается действие сериала «Офис» комедийного, но и тем, что это штат Пенсильвания. Штат Пенсильвания, колеблющийся штат, один из самых важных штатов в американских выборах. Известно, что вообще американские выборы обычно определяют именно колеблющиеся штаты. Сейчас, по данным опросов на сегодняшнее утро, Харрис лидирует в штате Пенсильвания на 0,3%. То есть буквально нос к носу идут кандидаты. И, соответственно, встреча Владимира Зеленского там с губернатором-демократом, с сенаторами-демократами, без присутствия республиканцев, это раздосадовало, можно даже сказать, разозлило Дональда Трампа. И не стоит забывать такую личную неприязнь Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, которая связана с тем, что первый эпизод импичмента Дональда Трампа связан именно с Владимиром Зеленским, когда Трамп звонил президенту Украины и просил предоставить ему внутренние документы Министерства юстиции Украины по делу компании «Буризма», все, что касается компании, в которой работал сын Джо Байдена. Тогда Владимир Зеленский этого не сделал, ему аплодировало все мировое сообщество, потому что это согласно международному праву, он этого делать не должен был. А вот Трамп был, конечно, недоволен таким поворотом событий. Ну и Дональд Трамп в связи с этим и в связи с визитом Владимира Зеленского на завод в штате Пенсильвания вот решил показать, что встречаться он не будет, он не хочет, ему это все не нравится. Он жестко критиковал, он говорил, он даже произносил такие слова в Северной Каролине на своем мероприятии, что Украины не существует, что Украины вообще уже нет, города уничтожены, а мы, американцы, продолжаем давать миллионы долларов человеку, который просто отказывается договариваться. Любая сделка с Россией, даже самая плохая, лучше того, что происходит, по мнению Дональда Трампа. Ну вот такие жесткие слова сменились гораздо более миролюбивыми заявлениями. Дональд Трамп вчера поздно вечером сказал, что он получил письмо Владимира Зеленского, который просит о встрече. Ужасно то, что происходит в Украине, так много людей гибнет, так много разрушений, это просто ужасно, сказал Дональд Трамп. Ну и очень изменилась его риторика. А почему это произошло? Скорее всего, это связано с тем, что во время встречи в Белом доме, точнее, во время совместной пресс-конференции, нужно сказать, что я помню, мы обсуждали как раз на Freedom визит вице-президента Камала Харрис на мирный форум в Швейцарии, и тогда оказалось, что всего лишь Камала Харрис едет на этот форум, а вот оказалось, что в действительности это кандидат в президенты США ехал на форум. И Владимир Зеленский об этом сказал прямо в первом предложении во время их совместной пресс-конференции. Так вот, Камала Харрис сказала, произнесла такую фразу, Путин уже может нацеливаться на Польшу, на страны Балтии и других наших союзников по НАТО. То есть она напрямую обратилась к избирателям польского и литовского происхождения и украинского происхождения, просто польского и литовского значительно больше, конкретно в этих колеблющихся штатах, в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Это очень важные штаты на американских выборах. И просто взяв простые математические вычисления, можно понять, что, например, в штате Пенсильвания для победы в прошлый раз Байдену потребовалось получить на 80 тысяч голосов больше. А если взять избирателей, американцев, польского, украинского, литовского происхождения, их около миллиона человек, а тогда выборы решились 80 тысячами голосов. Соответственно, если все эти люди будут голосовать за Камалу Харрис, ну, она получит большинство, естественно, в штате Пенсильвания. То же самое Мичиган и Висконсин. В Мичигане еще больше, там больше миллиона избирателей польского, литовского, украинского происхождения. Соответственно, Дональд Трамп, видимо, услышав, точнее, его советники, услышав, увидев вот это обращение буквально напрямую к избирателям польского, литовского, украинского происхождения в штате Пенсильвания, вообще во всех колеблющихся штатах, решил, что терять эти голоса все-таки, наверное, не стоит. И из-за этого прямого обращения, ну, действительно, неожиданно было от Камала Харрис слышать про Польшу, страны Балтии и других союзников по НАТО в этом выступлении. Но вот, видимо, Дональд Трамп решил, что ему все-таки нужно встретиться с Владимиром Зеленским. Это важно, конечно, и для украинской делегации, поскольку это балансировка того недовольства, которое слышали от республиканской партии. Но это нужно и Дональду Трампу, и республиканской партии в целом, чтобы не потерять колеблющиеся штаты. Вот, Александр, да, как тонко, да, любое заявление, любое действие, вот вплетается вот в эту канву американских выборов. Просто какая-то, да, занимательная арифметика, как все просто, да. По военной помощи, Александр, президент США Джо Байден объявил, что на оружие ближайшие месяцы для Украины обещают выделить почти 8 миллиардов долларов. Ну и что показательно, Байден поручил Минобороны выделить весь остаток средств до конца его срока пребывания в должности. Почему это так важно? Почему до конца срока? Следующий президент может аннулировать решение предыдущего? Ну, есть опасения, что такое может произойти, но в большей степени, мне кажется, и здесь вот этот избирательный балет, точнее предвыборный балет мы наблюдаем, очень тонкий, это тонкая такая вязь, действительно. Дело в том, что если выделят эти средства сейчас, обсуждений о том, чтобы какие-то подписания договоров производить или каким-то образом еще обращать на это дополнительное внимание перед выборами, по крайней мере, в течение ближайших полутора месяцев, ну даже меньше, чем полутора месяца, 5 ноября пройдут выборы. Вот получается, что если сейчас уже будет указано о том, как и как будут выделяться средства до окончания президентства, значит, это и обсуждаться больше не будет, скорее всего. Обсуждаться на широкую американскую аудиторию. Ну и чем ближе к выборам, тем более сложно американцы воспринимают траты на какие-то другие нужды, чем нужды, собственно говоря, американцев, чем на собственные нужды. Избиратели, конечно, готовы платить за свои интересы гораздо больше. Поэтому Камала Харрис в том же выступлении в Белом доме сказала, что поддерживают Украину, США не из благотворительных целей, не потому что они хотят просто так помочь хорошим своим союзникам, а потому что это в стратегических интересах США. Вот эти стратегические интересы США, за них избиратели обычно готовы платить. А вот все, что касается выделения средств, в целом выделения средств, все-таки как бы американцам не объясняли, что эти деньги остаются на территории США, эти деньги остаются и в том числе и налогами, и заработной платой и так далее, все равно это звучит для них несколько пугающе. 8 миллиардов средств из американского бюджета выделяется на помощь Украине. А вот это обсудили сейчас. Ну и, соответственно, в ближайший месяц таких разговоров, скорее всего, не будет, каких-то дополнительных выделений не будет. Ну и до выборов, не то чтобы они об этом забудут, американские избиратели, они не забудут, конечно, но, по крайней мере, у них не будет звучать на повестке дня, не будет стоять обсуждение, что вот выделили еще дополнительные средства, еще какие-то средства. Вот поэтому, мне кажется, это сделали мало того, что действительно, может быть, опасаясь избрания все-таки Дональда Трампа, и американские выборы совершенно непредсказуемы, несмотря ни на какие опросы сейчас, где Камала Харрис вроде как лидирует на данный момент, очень тонко, но немного лидирует. Но и плюс для того, чтобы больше этих обсуждений, по крайней мере, до 5 ноября больше не было. Байден на этой неделе в последний раз выступил на Генеральной Ассамблее ООН в качестве президента Соединенных Штатов, начал свою речь, свои вспоминания, как первый раз баллотировался в Сенат, как строил свою карьеру, много говорил об Украине, о том, что его политика была успешной, призвал поддерживать Киев и далее. Ну а по итогу Байден подчеркнул, что ООН необходимо адаптироваться, услышать новые голоса. Это выступление уже назвали историческим. Как вы считаете? Почему? Ну, я думаю, не потому, что последнее в ООН. Может, из-за того, что намекнул на реформу ООН? Совершенно верно. Именно о реформе, скорее всего, и говорил Джо Байден. Ну, во-первых, нужно сказать, что эта речь была также важной, поскольку Джо Байден очень много говорил об Украине, и он фактически представляет поддержку Украины как свое президентское наследие. Потому что он произнес там такую фразу, именно Соединенные Штаты обеспечили выживание свободной Украины. И поэтому мы не можем отвернуться, мы не можем устать, мы не можем отводить взгляд, мы не можем прекращать поддерживать. Именно США обеспечили выживание свободной Украины. То есть администрация Байдена обеспечила выживание свободной Украины. То есть он, так скажем, все-таки обращает внимание, в первую очередь, на свою администрацию, на свою деятельность в этом смысле. А что касается реформы ООН, во-первых, Байден говорил о том, что Энтони Блинкин, госсекретарь США, называл много раз новой географией дипломатии. Это новый подход США к альянсам, которые объединяются в новые формы. Это, возможно, более маленькие формы, более скромные формы, чем огромная ООН, огромная генассамблея ООН, или даже совбез, где у каждого постоянного члена есть право вета. Вот вообще тень сомнения в эффективности, даже не тень сомнения, она просто закрывает ООН, такое ощущение. Ну все абсолютно обсуждают, вообще нужна ли такая организация. Потому что она не может соответствовать своей собственной миссии. В первой статье устава прописано поддерживать международный мир и безопасность. Ну а ООН просто этого, получается, не может сделать. Поэтому Байден в большей степени говорил о новых направлениях движения вообще мировых международных отношений в целом. То есть, может быть, более скромные альянсы, небольшие альянсы, региональные альянсы. А вот ООН, он отвел роль организации, которая будет заниматься общим мировыми усилиями по контролю за искусственным интеллектом. Вообще про AI, про воздействие искусственного интеллекта говорили очень много. Практически все, кто выступал на генассамблее. Ну и поэтому эта речь кажется такая историческая, еще и в смысле направления движения ООН. Может быть, в меньшей степени политические решения, в большей степени решения, связанные с здравоохранением. Потому что ВОЗ, как Джо Байден говорил, он упоминал о COVID-19 и тоже поставил себе в заслугу и в заслугу ООН прекращение пандемии COVID-19. Ну и, соответственно, вот такого рода деятельность, видимо, для Байдена видится более реальной для ООН, а вот меньше политических действий, меньше политических жестов. Ну и, конечно, исторической эту речь тоже можно назвать, поскольку примечательным было почти полное отсутствие упоминаний Ирана. И после этого сразу мы услышали, как Иран, оказывается, не поддерживает Россию в войне в Украине и не хочет, чтобы видели Иран стороной, которая поддерживает Россию. Это мы услышали именно после того, как в речи Байдена он лишь сказал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. А если посмотреть на предыдущие выступления, Ирану уделялось очень много времени. И жесткая была критика, жесточайшая критика иранского режима. Поэтому это такое ощущение, что это такой признак, может быть, желание разрядки, сигнал для нового президента Ирана, нового руководства Ирана. Поэтому речь во многом была, да, историческая. Александра, ну у нас остается 30 секунд, но вот по поводу Позышкиана, политолог Василий у нас был в эфире, сказал, что врет. Вот на самом деле врет. И никакая это не гибкая политика. Согласный, может быть, все-таки врет? Не знаю, вот тут вот это сложно сказать. Это только сейчас история покажет. Но это явно все-таки со стороны Байдена, как мне кажется, это явный признак того, что США, по крайней мере, может быть, готовы были бы перейти к каким-то обсуждениям. Может быть, ядерная сделка. Может быть, что-то подобное. Но, по крайней мере, в речи Байдена такое впечатление создавалось. Александра, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру за эти тонкости американской предвыборной кампании. Александра Филипенко, политолог-американист, была на связи с нашей студией. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.